Приветствую! Интересный исторический факт. 10 апреля 1970 года с конвейера предприятия ВАЗ сошел первый ВАЗ автомобиль Жигуленок. Если помните, их называли Копейка. Так назвали, приклеивались. Тем более, название такое было приклеено, что, грубо говоря, в среду всего канешь в копейку. А кто ж сомневался? Мало кто знает, что появление вот этой Жигуленка это заслуга исключительно Косыгина. Рассказ. Значит, смотрите, в Советском Союзе, ну, после войны, конечно, было довольно много трофейных немецких автомобилей. Потом вот эту побегу, которую вы слышали, это они как бы слямзили, опять же, с немецких, так сказать, образцов. А потом очень долго советские конструкторы пытались сделать москвич или пытались сделать что-то в Волгу. То есть пытались долго. И все пришло к провалению. Вот тоже, представляете, колоссальное количество научных советских институтов что-то делают, как-то воруют чужие разработки. Ну, в Советском Союзе считалось, если воруют разработки зарубежных стран, то правильно. Капиталисты. И не получается. Наград. Наград. И проходит год, два, десять. Никак. Еще Хрущев пытался действительно как бы организовать, потому что он видит, автомобилей мало. Ну, а мы строим коммунизм. А какой же, типа, аж коммунист и человек, ну и красивый. Мало того же, конечно, Хрущев, когда был в США, когда ему сказали, страна автомобилей, что там американский рабочий может купить легко автомобиль за свою зарплату. Нет. Зарплату не мог купить, но разговоры с нами. И он тоже. Еще Хрущев дал команду. А они как? Конструкторы есть. Ну, бестович. Поймите, советские конструкторы это вор, мошенник и преступник, которые получают зарплату и ничего не делают. Ну, действительно, что они не делают, не получается. Вы даже не представляете, сколько было моделей москвичей, москвичей, этих волк. Там даже другие названия были. Были попы. Ни черта не получается. И вот тогда Куцигин, вот это именно его заслуга. Ну, понимаете, в некоторых случаях, он же такой как бы тихий был, но он в некоторых случаях умел настоять. Бывает. На свидание Политбюро он поднял вопрос и, что называется, взял заглотку. Вот это вот действительно. И уболтал, уговорил, заставил, перезаставил. Он сказал так, ребята, хватит тратить деньги наших мошенников. Топ никакой. Ну, мы тратим, тратим. Они типа что-то делают мертвым. Покупаем итальянцев сразу как бы завод и начинаем делать. Ну, понятное дело, что в Италии это назывался Фиат, а у нас называется Жигуленок. Ну, никто бы не делал, бы не называл его Фиат. И да, действительно, заключили контракт в 1966 году, если вам интересно. Заключили контракт и согласно контрактам практически итальянцы собрали полностью завод. Ну, такие были условия. И на этом заводе, да, вот в 1970 году вышел первый Жигуленок. Причем, опять же, вот эта дискуссия была очень большая. А были ли вот первым там что-то советское или там были все итальянские запчеты? Потому что первые автомобили практически комплект прислали. И что называется, надо было как собрать. Да, действительно, первые там все было итальянское. Все, все, все итальянское. Потом начали что-то делать советское, менять, оно начало ломаться. Ну, как всегда. И появились Жигуленки. Понимаете, ну, это была действительно сенсация. Почему? Потому что, понимаете, как бы там ни было, когда советские люди видели что-то наподобие импортного автомобиля, потому что, понимаете, ну, я говорю, были эти все, ну, даже визуально отличались. Во-вторых, все-таки Фиат, ну, в те времена, хотя он уже застарел, модель была уже старая. Она была более-менее популярна в шестидесятых, а тут уже семидесятых. Ну, черт с ним. Но все равно для советских людей это было чудо. И действительно, первые, первые Жигуленки появились, вот он приезжает, люди приходят, обступают и смотрят, 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 да, да. Причем строил сумасшедшие деньги сразу же. Ну, по советским меркам нереально. То есть, ну, представьте, зарплата тогда была меньше, это 70-е годы. Тогда официально зарплата была меньше ста рублей. А Жигуленок тогда стоил почти шесть тысяч. Ну, сколько же это надо работать, чтобы столько заработать? Мало того, была сумасшедшая очередь, чтобы можно было купить. Там очередь была такая. Ну, вы, наверное, читали этот миф о том, что первую Жигуленку купили рабочие. Нет, это в газетах написали. Рабочие, даже не в курсе был, что, кажется, он его купил. Первые Жигуленки купили барыги и различные партии Нарвей. Да, там было. А, ну, не напишешь, скажем, что первый Жигуленок купил там секретарь, ну, скажем так, москворецкого райкома партии. Звучит, правда, про Ширикова? Да. Поверь пришли, например, рабочие. Это еще, да, такой миф. Хотя, ну, понятное дело, что рабочие разные были. Кто-то в Сибири работал, зарабатывал. Кто-то шабашничал, да, так дальше. Ну, в принципе, действительно, покупка Жигуленка во многих случаях это был в советском СУЗе как признак того, что человек богатый. Перепрочем, действительно, были случаи, когда бандюки вот таким методом вычисляли. Ага, у человека Жигуленок можно бомбить квартиру. Нет, ну, серьезно. Просто метод. Работал, работал. Потому что, ну, действительно, советский человек, ну, не мог за советскую зарплату накупить на Жигуленку. Физически никак. Зарплата маленькая, ну, как? Это сколько лет надо вообще не есть ничего, чтобы на эту зарплату что-то накопить. Ну, да, действительно, в тот же самый момент были советские люди, которые хотели купить, но машин было мало и была громадная очередь. Была такая вещь, называлась продать очередь. Это вообще интересная ситуация. Тогда порядок стоятий человек занимал очередь, а очередь шла годами. А потом продавал очередь. Ну, конечно, за день. Такая ситуация. Да, были еще льготные очереди. Там ветераны, всякие артисты. Для них была очередь более ускоренная. Такое тоже было. Да, да, было. Были даже случаи, когда человеку как бы в виде подарка продавали место в очередь. Ну, ты там такой у нас супер-пупер ударник, спортсмен. Мы тебя любим. Мы тебе там в том, в твоем месте в очереди не тысячи, а там десятых. Такое тоже было. Но самое прикольное было то, что жигуленок бэушный стоил дороже, чем новый. Что он так на меня смотрит? Нет, я не шучу. Бэушный стоил значительно дороже. Почему? В Советском Союзе были люди с деньгами. Вы догадываетесь кто? Спекулянты. Да, да. То, что постоянно косились на представителей южных народов, которые мандаринами торговали. Понимаете, просто были люди, которые действительно зарабатывали на спекуляции большие деньги, но они не могли в очередь стоить. Потому что они не могли объяснить, где они взяли эти деньги. Официально они числились дворниками, кочегарами, потому что все основное время занимались спекуляцией. И понятное дело, что им было сложно объяснить. И они понимают, что если они даже ставят двойцы, они могли бы сказать, «Постойте, у нас вроде бы дворник, как ты мог жигуленок купить? У тебя же вообще зарплата ниже блинтуса?» И по этой причине, да, вот такие люди перекупались с рук и переплачивали. И, понимаете, получалась такая ситуация, если госцена шестерка, то они могли платить десять тысяч. Понимаете? Вот такой бизнес был. Сложно, да, потому что они в этом могли заплатить, но при этом, естественно, как вы понимаете, купить так не были. Да, тоже был такой бизнес. Замечательно. Ну и сам по себе жигуленок, понимаете? Жигуленок, действительно, это было чудо. Самое настоящее. Потому что, ну, и дизайн, и комфорт, ну, отличался, сильно отличался. Но вы же, наверное, в курсе, что жигуленок был не всесезон. То есть он итальянский. И для наших дорог он был немножко неподготовлен. И, в принципе, люди старались зимой на жигуленки не ездить. Ну, опять же, не сказать, ну, ездили, конечно, ездили. Понятно, если человек мог себе позволить, он старался на зиму жигуленок, что называется, законсервировать, поставить, пускай всю зиму стоит. Такой он был. Был. Ну, бывало ситуации, что, ну, надо. Тут же опять колеса. Сейчас вас зимние, там, летние, а у жигуленки все сезонные. Так что вот это такая. Ну, опять же говорю, что его там лелеяли, чистили. Ну, то есть логика заключалась в том, что вот я был вылизанный, зализанный, почищенный, блестел. И ты приезжаешь, и соседи с завистью дохнут все от этого советского союза, чтоб дохлять с завистью все, кто не может себе позволить. Поняли? Да, да, было, было. Богатый, богатый, нищий стране, человек на жигуленки смотрелся богатым. Да, потом, конечно, начали их больше производить, выпускать, уже началось, как бы, примелькало в глазах, спорить не буду. А первые, да, это просто такой богатый. Тоже интересный факт. Смотрите, если человек, ну, отработает там на службе, в руковой партии, в руковой, у него бабла не меря, ну, благо советский суд своровать может. И вот он может себе позволить купить волну. Он говорит, нет, нельзя, нельзя, не надо. Купишь жигуленку, хорошо, волну не надо. Не зли, советское общество. И это действительно был случай. Нет, серьезно, понимаете, он, ну, он может человек купить. Ну, второе, с которой компания. Да не у вас. Он может так жигуленок 10 купить. Но, он обязательно купит жигуленка, а не купит волну. Хотя он может купить и волну. Ну, второе, нет. Нет. Потому что, ну, не надо. Вот знаете, так вот. Поскрыли. Это было. Причем за это следили даже. Да, да, была такая ситуация. Потому что, считалось, если жигуленок, ну, да, это так престижно. Волга это, ну, это же очень по-богатому. Это не, не, не жигуленок, да. Ну, если знаете, жигуленок пережил весь Советский Союз. Вы же в курсе, что его производили, даже когда в Советского Союза не было. Даже копейку производили. Но, говорю, представляете, начал выпускать в 1970 году, а закончили, я точно не помню. Но то, что его выпускали уже, когда в Советском Союзе не было, это точно будет. Понимаете? Страны нет. А это, понимаете, какая старая модель. Ну, то есть, как она. Потом там уже, знаете, появились новые и новые модели. Тоже их выпускали. Ну, сейчас, вы знаете, что в России ж после санкций все развалилось. И сейчас они пытаются что-то склеить с этой ладой, там, выпускают, она не получается. Они говорят, ну, вот мы сейчас сделаем лучше, а она еще хуже. То есть, ну, это еще раз показывает, что без Запада, без США технологий ни в Советском Союзе, ни в России нет. Что-то убогое, да. Бездарное, да. А вот автомобиль легковой – это сложно. Так что, ну, что ж скажу. Наверное, скоро в России опять вас заболевать производство «Жигуленка» моделей «Копейта». Знаете, наверное, кому-то это понравится. Знаете, такой раритет, раритетная вещь. Они же любители раритета. Супер раритет. Так что, вот такая забавная историческая информация. Все. Благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова